Девочки, всем привет! Сегодня я к вам в новом видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать вот эти коричневые смоки белорусскими продуктами. Также я покажу вам, как я оформляла свое лицо. Будет и белорусская, и просто бюджетная косметика. Если вам интересно, то, естественно, оставайтесь со мной, потому что по-другому вы не узнаете, как я сделаю эти красивые легкие смоки. Если вы впервые попали на мой канал, здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мы встречаемся три раза в неделю, говорим про косметику, делаем макияжи, обсуждаем фикс-прайс, покупки и различные интересные тематики, которые интересуют меня на данный момент моего развития. Поэтому, если это звучит как то, что может вас заинтересовать, естественно, оставайтесь со мной, подписывайтесь. Но мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали! Итак, девочки, давайте начинать. Я уже нанесла праймер на глаза в качестве праймера. У меня сегодня консилер от производителя For Revenge, и это 0,3 оттенок. Будем сегодня также смотреть на этот консилер в действии непосредственно в тех местах, для которых он предназначен. Будем использовать его в зоне под глазами. И что еще? Также я уже прикрепила скотч, потому что сегодня хочу сделать стрелки такие достаточно большие, объемные. Не хочется слишком долго возиться с тем, чтобы они были ровными. Поэтому уже у меня нанесен, наклеен скотч. Мы с вами его будем убирать после того, как нарисуем стрелки. И также у меня, естественно, все мои матовые, полуматовые белорусские тенюшки, которые я хочу сегодня использовать. И, 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 и. Давайте начинать с вот этого оттенка. Это однушка от RELUI, линейка называется Picasso, и оттенок под номером номер один. Под номером номер один. Кисть пушистая, но она свечка. Немножко остатки стряхиваю, и консилер у меня не припудрен. Поэтому, если что-то здесь у меня скаталось, сразу же убираю. И давайте начинать заносить этот оттенок в складку. Хочется сегодня мне сделать коричневые смоки белорусской косметикой. То, что касается макияжа глаз. Мне кажется, такого видео еще не было. Возможно. Если было, то я просто не помню, потому что столько видео про белорусскую косметику я снимала, что, возможно, могла что-то упустить, что-то забыть. Так, этот оттенок я все наслаиваю и наслаиваю, стараюсь. Сосредо это очень больше в уголочке. И дальше растягивать уже чуть ближе к внутреннему, к внутренней части века. Но в любом случае его... То, что попадает на века, все это закроется более темным оттенком. Дома складку уже хочется сделать естественно хорошо растушеванный. В принципе, мне кажется, что этот макияж не займет много времени. Потому что идея просто и стара, как мир. Но, как говорится, всегда получается все по-разному. И интересно, что получится сегодня. Так, готова. Горчичка нанесена. Давайте брать оттенок потемнее. Потемнее. Давайте возьмем что-нибудь из вот этих палеток от Luxe Visage. Здесь у нас как раз-таки матовая формула. Это линейка. Я вам сто раз их показывала. Линейка, как называется? Glam Look. Да, Glam Look по четверочке. По такой они выходят. И давайте возьмем прям совсем темный оттенок. Темный-темный-темно-коричневый. И из вот этого... Переверну правильно. Из тона под номером 2. И возьмем самый... Давайте возьмем сразу же самый темный оттенок. Вот этот темно-коричневый. И естественно кисть. Уже в другом. Кисть у нас из набора Бейли. И номер 227. Наш темно-коричневый оттенок. Немножко стряхиваем остатки. И давайте заносить его на веко. У меня консилер, я вам сказала, не припудрен. Поэтому в принципе цветопередача должна быть очень хорошая. Не могу сказать, что это самая прям лучшая по пигментации тени в моей жизни. Но очень даже неплохая здесь пигментация. И можно что-то интересное, так скажем, получить. Так, наношу этот оттенок полностью на все. Подвижное веко. И немножечко начинаю подтушевывать. У границ подтушевываю чуть-чуть повыше. Так. Бока оставим как есть. Дальше я буду, естественно, подтушевывать получше. И наберем этот же оттенок. Так, и нанесем уже со второй стороны. Очень красивый холодно-коричневый оттенок. И на контрасте с теплой горчичкой смотрится, мне кажется, очень и очень симпатично. Так, я все наслаиваю этот же оттенок. И этой кистью немножко подтушевываю. Но далее буду брать кисть, естественно, поменьше. Потому что этой кистью получится грязь, если тушевать только одной такой большой кистью. По крайней мере, у меня получается грязь. Поэтому возьмем малюхонькую, малюхонькую кистюшку. Например, вот такую маленькую свечку. Маленький бочонок или свечку, неправильно сказала. Опять-таки, это G-SAP и это 230 номер. Давайте возьмем соседнего оттенка посветлее. И попробуем соседним оттенком чуть-чуть лучше подтушевать наши границы. Но при этом, опять-таки, я стараюсь в тушевку не выводить слишком высоко. Потому что тогда получатся смоки прямо до самых бровей. Давайте вернемся все-таки немножко к горчичке. И немножечко ее повторим. Так, девочки-мальчики, и теперь мне хочется, опять-таки, вернуться к темному оттенку. Вот этому самому темному оттенку. И немножко его продублировать. Но я возьму кисть немножечко поменьше. Вот такой это Бейли. И это номер 234. И повторю. Вот этот оттенок, уже буду концентрировать его непосредственно у самой вот этой вот низкой части. Ближе к ресничкам. Так, девочки, готово. Сейчас давайте делать стрелки. Стрелки мне хочется сделать темные, но при этом коричневые. Поэтому я достала свою старенькую и немножко разбитую подводку от производителя Эльф. И это оттенок эспрессо. И, смотрите, он совсем прям темно-темно-темно-коричневый. И мне хочется именно такую темную-темную коричневую стрелочку сделать. И при этом, чтобы она была достаточно объемная. Поэтому давайте пробовать, что у нас получится, не получится. Не получится ничего страшного, исправим. Правильно? Правильно. Давайте возьмем еще одну кисть от Бейли номер 231. Она как раз для этих целей служит. Кстати, подводка от Эльф, сколько бы ей не было вообще лет, она, смотрите, она никогда не высыхает. Ее не нужно ничем обновлять. За это я ее очень люблю. Так, и давайте рисовать ту самую стрелу. Так, и готова. Стрела моя нарисована. Давайте снимать скотч. И, в общем-то, сейчас я ее немножко сделаю ровнее. Также уберу все, что у меня осыпалось. Перекреплю реснички. И вернусь к вам. Мы продолжим уже с макияжем лица. План немножко поменялся. Давайте добавлять коричневую подводку от Тони Молли. Потому что что-то совсем-совсем незаметно черное, еле-еле. Поэтому давайте продублируем все подводкой от Тони Молли. Это, опять-таки, коричневый оттенок, тон номер 2. Я ее просто нанесу сверху. Так, мои стрелки, конечно, не самые ровные. Но это максимум, на который я сегодня способна. Поэтому давайте переждать, пока подводка подсохнет. И талии я уже точно. Нанесу накладные реснички и вернусь к вам. Покажу, как все это выглядит с накладными ресницами. Так, девочки, я прикрепила накладные реснички и вернулась к вам. Давайте продолжать с макияжем лица. Для начала нанесу... Нет, для начала... Нет, ладно, давайте нанесить. Думаю, что лучше нанести праймер сразу, либо спрей-фиксатор, который я также использую как праймер от Белиты. Давайте нанесем сначала. Сначала все-таки давайте нанесем праймер, а потом спрей-фиксатор. Потому что я прям люблю экстра увлажнение, экстра. Чтобы было увлажненное лицо, тогда у меня гораздо лучше. Все тональные основы распределяются. Базу будем использовать от Evelyn. Full HD, база под макияж, выравнивающая, матирующая. Мы ее нанесем. Она такая, ведь немножко розоватая. В основном на Т-зону. И далее... Нанесем уже водичку от Белиты по всему периметру лица. Стараюсь, чтобы на ресницы не попало, потому что ресницы могут отклеиться, если на них попадет вода. попадет какая-то жидкость. И давайте переходить к тональной основе. Тональную основу для этого видео я выбрала от Maybelline Dream Urban Cover. Моя когда-то абсолютная любовь, абсолютный фаворит. В принципе, не могу сказать, что что-то очень сильно изменилось. Я до сих пор очень люблю эту тональную основу. Она очень красивая, она очень ровно, очень сатиново смотрится на лице. В общем, в ней все, что я люблю. И плюс, я вчера использовала автозагар, поэтому оттенок, это 220 натуральный бежевый оттенок, мне кажется, должен, как нельзя, кстати, подойти. Так, несколько капелек нанесла, она очень жиденькая. И давайте распределять. Когда-то говорила вам, что люблю смотреть документальные фильмы и, в принципе, передачи про что-то криминальное, про расследование, про маньяков. Мне кажется, оттенок очень хорошо мне подошел. Сейчас мы еще консилером все выровняем. Я вчера смотрела передачу про... Не передачу, а тоже нашла канал на ютубе, который снимает криминальные видео на английском языке. И рассказывали вчера в одном из выпусков про маньяка, который издевался над детьми, убивал их и делал с ними нехорошие вещи. Не буду называть что, потому что на ютубе многие слова произносить нельзя. Да, из-за политики ютуб. В принципе, это можно понять. Так вот, я думаю, что ним нужно обладать большой фантазией, чтобы понять, что он делал. И издевался он только над мальчиками. Соответственно, жертвами его становились тоже только мальчики. Консилер, который я вам показывала в начале видео, For Revenge 03, и в общем-то его споймали. И сначала отправили в тюрьму, а далее все-таки через какое-то время признали, что он психически нездоров, и поместили его в лечебницу. В лечебницу поместили его с условием, что он пробыть там всю жизнь. Ну, так как данный товарищ был хитер, и еще одна тема поднималась, кстати, там немножко была затронута, что пока он сидел в тюрьме, он... Я вообще не понимаю, почему разрешено всем тем, кто... А я не имею в виду просто людям, которые сидят за воровство, еще за что-то в тюрьме, а тем, кто совершил такие преступления, им не запрещается писать письма всем подряд. Так вот, он познакомился по переписке с девушкой. Так, он сидел в тюрьме, они поженились официально, стали мужем и женой. Естественно, потом его перевели в вот эту психиатрическую лечебницу, и как красиво смотрится мое лицо, все сияет, как я люблю. А так вот, его перевели в эту лечебницу, и, естественно, он уже как молодожен, не хотел там долго сидеть. И согласился на операцию по кастрации, чтобы его кастрировали, чтобы он ничего больше плохого делать не мог. И, соответственно, с этим условием его не отпускали, но был шанс того, что его из этой психлечебницы отпустят. И представляете, что произошло? Во время этой операции возьмем пудру от Вокалюр в 0,2 оттенке. Во время этой операции по лишению его того самого органа что-то пошло не так, и он умер. А я так поняла, что что-то пошло не так в плане анестезии, и, в общем-то, да, товарищ распрощался с жизнью. И какая ирония? Вот я про что хотела сказать. Какая ирония? Ты, собака такая, проделывал такие вещи и закончил свою жизнь, в общем-то, так, как и стоило ждать. У меня абсолютно, если что, нет никакой жалости ни к одному человеку, совершившему преступление против детей. Поэтому, да, поэтому я не то, чтобы сказать, что я посмеялась или что-то еще, но забавно, забавно было увидеть конец, так скажем, его жизни. Не знаю, зачем я вам это рассказываю, но просто вспомнила и решила с вами поделиться. Надеюсь, что это не триггерная тема для кого-то. Я, если что, не хотела никого убить. Тогда работаем. Закончим работать с нижним веком. Вернемся к нашим палеткам вот этим от Люкс Визаж. И на маленькую кисть карандаш я сначала наберу самый темный оттенок и нанесу очень хорошую стряхиваю, потому что тени супучие и нанесу максимально. Максимально близко к линии роста ресниц. Видите, какая разница? Так, готово. И теперь на что? На слизистую мне хочется также нанести коричневый оттенок. У меня есть два красивых коричневых карандаша от производителя Focalure. В коричневых оттенках один чуть-чуть светлее, один чуть-чуть темнее. Давайте возьмем вот этот. Называется карандаш Long Lasting Eyeliner и это тон под номером 02. Темненький, такой темно-коричневый шоколадный оттенок. Давайте нанесем на слизистую. Давайте возьмем вот эту вот двушечку румян от Real V, которую я хотела использовать в качестве теней, темный оттенок, в качестве переходного оттенка, но это не сделала. Поэтому давайте использовать этот оттенок в качестве бронзера. Это у нас тон номер 203. Темную сторону я стараюсь на кисть набрать. Кисть от Jusup Powder Brush и наносим, наносим. Как всегда. На лоб и на подбородок. Так, девочки, и раз уж мы взяли эту двушечку, давайте также румяно нанесем отсюда. Кисть из того же набора Jusup. Такая большая свечка и уже светлую часть, часть с румянами. Такой красивый персиковый оттенок. Очень люблю эти румяшки от Real V. Так, немножечко, как говорится, цвета появилось, но не слишком много. И последнее, что касается лица, это Highlighter. Я взяла какой? А, я еще брала вот эти румяшки от Belor Design. Давайте их также на слои, раз я их уже принесла. И положила. Это 101 оттенок. Раз. Я их взяла. Почему бы не воспользоваться? Давайте еще нанесем. И их, смотрите, они уже более сатиновые. И такой сатиновый полупрозрачный финиш. Очень красивый продукт. Показывала вам эти румяшки в своей косметичке месяца. Так, и теперь точно к части сияния у меня это Crystal Minerals оттенок под названием Банановый Минеральный светящийся продукт. Минеральный хайлайтер и кисть из магазинов Express, которую я люблю для этих целей использовать. Остатки стряхиваем и нанесем его на самые выступающие части участки лица. Но он такой достаточно нежный, достаточно деликатный. Здесь нет никаких блесточек. Так подсветит лицо, но, так скажем, не слишком. Много. Так, ну все, я засияла, засверкала красиво. Теперь его же я хочу нанести в уголочки. Сейчас на эту кисть поменьше, поменьше. Мне кажется, я совсем недавно мыла свои кисти, и они уже опять все грязные. Что это такое? Что же это такое? Нанесем. Подсветим немножко уголочки. И последнее, что нам осталось оформить, это губы. Губы мне также хочется сделать матовыми, и мне хочется сделать их таким достаточно прохладными. У меня есть несколько прохладных пинапов. Я для себя, для этого видео взяла. Давайте возьмем 37-й оттенок. Он такой потемнее, попрохладнее. Это жидкий матовый пинап от Luxe Usage. И, в общем-то, будем его наносить. На этом, девочки, точно все. На этом буду заканчивать свое видео. Это не новая косметика. В принципе, все, что я вам показывала, я уже когда-то использовала. Все это люблю. Что-то больше, что-то меньше. Но все это рабочие, белорусские. И бюджетные продукты, бюджетная белорусская рабочая косметика. Дайте мне знать, естественно, внизу в комментариях, понравился вам этот макияж, либо нет. Также, что вы хотите видеть дальше, какие видео вам интересны. Естественно, я ориентируюсь по просмотрам. Но, а также всегда прислушиваюсь к вашему мнению внизу в комментариях. На этом буду с вами прощаться. На этом буду заканчивать свое видео. Огромное спасибо за просмотр. И очень скоро увидимся в новом видео. Всем пока-пока. До новых встреч.